Приветствую вас. Вы знаете, Анжелика, не просто так вы не знаете, что вам делать. Не просто так. Вы не знаете, что вам делать, потому что вам действительно на полном стрелете кажется, что вы находитесь в безысходном положении. Идти вам некуда, а мужчине вас понравилось. Это есть один важный момент, то что вы же к мужчине откуда-то пришли, и когда-то вы жили без него. И да, это может быть бывало и не самая лучшая жизнь, но она была, и в итоге жили. А если она была, если она была, и вы так жили, то вы сможете скорее всего продолжить жить так же. Конечно, если вы хотите, если вы не хотите, то никто вас сделать это не заставит, к сожалению. Получается, что все упирается исключительно в принятии вами негативных последствий вашего выбора, вашего решения. То есть, если я негативные последствия от своих действий принимаю, если я готова это сделать, то ситуация будет складываться достаточно хорошо. Если вы не готовы, то ситуация будет складываться, но я боюсь, что вот вообще никак. То есть, вот от слова совсем никак. Следующий момент. Как люди, в частности, женщины попадают в подобные отношения. Ну, в первую очередь, это страх одиночества. Страх одиночества, низкая самооценка. Вот. Ну, вероятно, себе, как правило, этим ограничиваются такие вот, ну, я бы сказал, крайне общие причины, по которым женщины, ну, находятся вот в таких отношениях и позволяют мужчинам так с собой обращаться. Проблемой является также и то, что женщина полагает, что она никому кроме такого мужчины больше не нужна и боится, что ее никто не посмотрит. Но на лицо, конечно, достаточно жесткая такая неуверенность в собственных силах и любовь к себе и прочее, 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 прочее. Самый главный момент в том, что уйти сейчас действительно сложно. И уйти сейчас, наверное, будет, ну, в большей степени даже травмирующим для вас. Поэтому уходить я бы, наверное, не рекомендовал бы никуда на данный момент именно уходить. Не рекомендовал бы. Вот на чём я действительно рекомендовал бы вам сосредоточиться на чём. Так это на том, что вы находясь в отношениях, именно находясь в отношениях, а работать со своими проблемами, со своими страхами. Если они у вас есть, ну, скорее всего, есть, да, и так далее. Вот оно, что бы я рекомендовал вам обратить своё внимание. И вот как раз таки находясь в отношениях и работал с отношениями, то есть обучаясь, любить себя, уважать себя, принимать себя, ленить себя. У вас будет реальный шанс что-то сделать. У вас будет реальный шанс что-то исправить. Вот. Ну, а если вы уйдёте сейчас, если вы уйдёте, то есть достаточно большой риск, на мой взгляд, того, что, ну, по факту, ситуация не решится. Вот. Есть большой риск того, что, по факту, ситуация не будет как-то меняться. Вот. А мы этого, я надеюсь, с вами тоже не хотим. Надеюсь, что мы с вами хотим реально решить проблему. Я так. Я надеюсь на это. Конечно. Вот. Вот, в принципе, то, что я мог бы вам сказать. Что можно и нужно в этой ситуации сделать вам? Ну, в первую очередь, подумать о том, какие проблемы являются вашими в данном ситуации. Какие непосредственно трудности соответствуют. По-моему, что чувствуете вы. И дальше уже в этом направлении работают. На мой взгляд, это лучшее, что вы можете сделать. Вот, фу. А, своего мужчину вы не поменяете, изменить вы его не сможете. Не сможете, по крайней мере, уговорами, уговорами и принуждением. Это абсолютно бесполезно. А вот, если изменить свое поведение, то реальный шанс появится. Вот. Ну, опять же, всего есть своя степень. И даже если мужчина ее начнет, меняться, то не факт, что он поменяется настолько, что вы с ним были вместе. Вот. Далее желательно бы определиться с вашими целями, определиться с вашими желаниями, определиться с тем, что для вас все одноважно. Вот. И дальше уже, дальше уже можно будет о чем поговорить. Ну, просто вот сейчас, на данный момент, это то, что важно. Вот. Конечно, если вы уже понимаете, о чем идет речь. Вот. На данный момент. Вот. То, что я могу вам сказать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.